Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Тонус. Коротко о главном. 1 мая в родительский день с центральной площади города Саки будет организовано движение общественного автотранспорта до городского кладбища. В городе полным ходом готовятся к 9 мая. В эти предпраздничные дни в Саках идет подготовка к празднованию Дня Победы. Готовятся в Совете ветеранов, исполкоме городского совета и партии регионов. 13-е всеукраинские спортивные игры школьников «Старт и надежд» прошли на городском стадионе «Авангард». В соревнованиях участвовали команды школ города. Семиклассники из всех школ города показывали свои навыки в беге на 60 метров, в метании мяча, прыжках в длину и в эстафете. Общественная организация «Виктория» провела конкурс работ среди детей и взрослых с ограниченными физическими возможностями под названием «Поверь в себя». В городе полным ходом готовятся к 9 мая. В эти предпраздничные дни в Саках идет подготовка к празднованию Дня Победы. Готовятся в Совете ветеранов, исполкоме городского совета и в партии регионов. В исполкоме уже создан оргкомитет по подготовке к этому важному дню, говорит начальник отдела организационно-аналитической кадровой работы Сакского горсовета Юлия Придыбайла. Празднование 9 мая начнется за пять дней до официальной даты. 2 мая ветераны Великой Отечественной войны отправятся на Ангарский перевал. В течение всей недели будут происходить различные спортивные соревнования на стадионе «Авангард». В городской и школьных библиотеках, а также в Музее истории грязелечения откроются постоянно действующие выставки-экспозиции, посвященные памятным событиям Великой Отечественной войны. Но основные мероприятия развернутся именно 9 мая. 9 мая в 10 часов утра на центральной площади города состоится торжественный митинг, посвященный 66-й годовщине Великой Победы. В данном митинге примут участие не только руководители города, представители политических партий, а также трудовые коллективы и учащиеся школу города. По окончанию митинга планируется торжественное шествие жителей города от центральной площади к монументу Вечного огня. В 10.45 у монумента Вечного огня состоится митинг-реквием и возложение цветов. Торжественное мероприятие продолжится концертом детских трудовых коллективов и выступлением хора ветеранов имени Требуховского. Также праздничный концерт пройдет в честь 9 мая и в вечернее время. В канун праздника от исполкома и депутатского корпуса ветеранам вручат продуктовые наборы. В городской организации партии регионов к этой дате заканчивают выдачу табличек ветеранам войны, готовят солдатскую кашу и вместе с городским головой примут участие в неформальной встрече с ветеранами в кафе в канун праздника. Мы не помним их в течение года. Мы участвуем во всех мероприятиях, связанных с нашими ветеранами. У нас самый плотный контакт с советом ветеранам. И Степан Степанович Костяков является членом нашей партии, партии регионов. Поэтому по первому зову мы всегда впереди, мы всегда с ними. И, кажется, в мирное время и в такое время. В самом торжественном шествии примут участие более 500 членов городской организации партии регионов. А в сам праздник на площади активисты партии раздадут партийные газеты, георгиевские ленты и поздравительные открытки. 1 мая в родительский день с центральной площади города Саки будет организовано движение общественного автотранспорта с 8 до 18 часов. Будет выделено 13 автобусов для доставки людей до городского кладбища. Об этом сообщает заместитель городского головы Османа Бибулаев. Кроме того, принято решение инвалидов, ветеранов, пенсионеров бесплатно доставить на кладбище при предъявлении удостоверений. Организаторами движения выступили Сакский городской голова и исполнительный комитет Сакского городского совета, отметил заместитель городского головы. Общественная организация «Виктория» провела конкурс работ среди детей и взрослых с ограниченными физическими возможностями под названием «Поверь в себя». Наша общественная организация «Виктория» занимается объединением детей и вообще людей, утративших трудоспособность, объединение и сплочение их для реализации их возможностей и планов. Так принимались работы изобразительного, декоративно-прикладного искусства и литературного творчества. Цель конкурса заключалась в развитии творческих способностей и выявлении талантливой молодежи с ограниченными физическими возможностями. Вот и мы будем отправлять на конкурс в Симферополь обязательно. Хоть там, конечно, возрастной цен и установлен, но чтобы, как говорится, видели о том, что в Саках находятся такие одаренные дети и люди, мы отправим эти работы, чтобы они были представлены на всекрымском конкурсе. Впервые в конкурсе принял участие Дмитрий Чумаченко, который представил 11 своих работ, написанных лаком для ногтей. Я вот эти рисунки ни с откуда не срисовал. Все это я вытаскивал с головы. Все это. Моя фантазия. После первого городского этапа конкурса работы будут направлены на региональный, который пройдет в Симферополе в выставочном зале Дома художника с 16 по 27 мая. Победитель регионального этапа конкурса получит главный приз – путевку в Артек. 13-е всеукраинские спортивные игры школьников «Старт и надежд» прошли на городском стадионе «Авангард». В соревнованиях участвовали команды школ города. Позвольте от имени городского головы Илья Олега Васильевича, исполнительного комитета, санкции городского совета поздравить вас, всех участников «Старт и надежд». Хочу пожелать вам, во-первых, без травм, чтобы это соревнование для вас завершилось, а наши призеры, финалисты, соответственно, поедут на республиканские соревнования. Семиклассники из всех школ города показывали свои навыки в беге на 60 метров, метании мяча, прыжках в длину и эстафете. Настрой у всех участников – боевой. Чтобы занять, во-первых, место, показать, на что мы способны в гимназии, ну, вообще, чтобы соревноваться с другими, друзей найти себе. Считаю, что мы займем максимум второе или первое место, а минимум второе. Каждый участник в соревнованиях старался выложиться на полную и подарить своей команде самые лучшие результаты. Цель этих соревнований – как бы выявить сильнейшую команду города, которая примет участие в зональных соревнованиях, которые будут проводиться 6 мая в городе Евпатории, а также с целью привлечения массовых детей к занятиям физической культурой и спортом. По итогам соревнований на третьем месте оказалась команда школы номер один, второе место удалось завоевать школе номер два, а с почетным первым местом ушла команда школы-лицея. Победителям предстоит отстаивать честь города уже в зональных соревнованиях, которые пройдут 6 мая в Евпатории. На сегодня это все новости. Оставайтесь с телеканалом «Тонус» и всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова